Библейский портал экзегет.ру представляет о городах левитов, тех городах, в которых должны были жить левиты. Этих городов 48, их много, и находятся они во всех израильских коленах, во всех израильских племенах. Почему, казалось бы, 21 глава находится именно здесь, в этой позиции? Почему не говорится сначала о городах левитов, а потом уже о городах убежища? Казалось бы, 21 глава должна была примыкать к 19, где в 19 главе завершается описание раздела земли, земли израильской, но между 19 и 21 главой, глава номер 20. Ну, ответ здесь простой. Дело в том, что левиты не получили надела. Сам Господь, жертвы Господни, священство, это все называется их наделом, их уделом. А эти города, они не являются каким-то особым наделом левитов. Это лишь города среди других колен, и участков земли левиты не получили. Итак, 21 глава, целиком посвященная городам левитов, о том, какие города получила левитское колено. Начальники поколений левитских пришли к Алиазару, священнику, первосвященнику, и к Иисусу, сыну Новину, и к начальникам поколений сынов Израилевых. И говорили им в Силоме, в земле Хананской. Силом – это шило, там, где стояла скиния, и там, где был жертвенник, на котором приносились жертвы. Так вот, они пришли к Иисусу и Элиазару и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего. И дали сына Израилевы левитам, из уделов своих, по повелению Господню, сии города с предместьями их. Этих городов 48, и все они дальше будут перечислены, и об этом мы сейчас прочтем. Вышел жребий племенам Каафовым. Сначала даются города священникам, священническим родам, а потом уже всем левитам. Левиты, аарониты, потомки Аарона, в частности, потомки Каафа – это часть левитского колена. Святое святых, как бы колен Израилевых. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова тринадцать городов. А прочим, сынам Каафа от племен колена Ефремова и от колена Данова и от половины колена Монассийна по жребию десять городов. Сынам Герсоновым Гершон – это еще один сын Аарона, то есть потомкам Гершона – от племен колена Иссахарова и от колена Осирова и от колена Нефалимова и от половины колена Монассийна в Вассане по жребию тринадцать городов. Сынам Мирариным по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова двенадцать городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. Только города и предместья каких-то особых территорий для своего колена, отдельной территории левиты не получают, они распределяются для жительства по всем городам и святой земли Израиля, и за иорданских колен. Для чего именно такое распределение? Это колено священное, колено, выделенное для Бога. И оно представляло собой как бы элиту израильского общества, духовную элиту. И должно было это колено служить всему Израилю, по всем израильским коленам, служить Словом Божьим, просвещать народ Божьим Словом и призывать к жертвоприношениям Богу. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию, через жеребьевку, через метание жребия. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый. Дали, и дальше перечисляются города, которые получили сыны Каафовы, священники. Дали Кириафарбы отца Янакова, иначе Хеврон на горе Иудиной. И предместье его вокруг него, 30 километров южнее Иерусалима. А поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефониину. Халев, сын Иефониин, о том, как он получил поле сего города и села, предместья Хеврона, об этом мы читали выше в предыдущих главах книги. Итак, сынам Аарона, священника, дали город-убежище для убийцы Хеврон, и предместья его ливну и предместья ее. Хеврон был также городом убежища для невольных убийц, о чем мы читали в предыдущей двадцатой главе. Иатир и предместья его, Ештимо и предместья его, Холон и предместья его, Давир и предместья его. Тот ли это самый Холон, который сегодня является городом-спутником Тель-Авива, неясно. Аин и предместья его, Ютту и предместья его, Бетшемеш и предместья Его. Город с названием Бетшемеш означает, что там был культ солнца. Дом солнца буквально переводится Бетшемеш. До израильского населения, там жило население Ханана, которое солнце и луну считали богами, божествами и были капища в честь солнца и в честь луны. Общехарактерные культы для всех ближневосточных народов. Но топоним остался. Топонимы остаются надолго. И даже сегодня, если мы проедем и по Израилю, и по Ливану, например, мы найдем там много селений, деревень с названиями и посвященными солнцу и луне, а также посвящены Ваалу, хананейскому божеству дождя. Девять городов от двух колен сих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместе его Геву и предместе ее. Анафоф и предместе его Алмон и предместе его четыре города. Анафоф, точнее Анатот, расположен недалеко на север от Иерусалима и будет являться родиной пророка Божия Ермиягу, пророка Иеремии. Согласно иудейскому преданию, Иеремия родился от брака Иисуса Новина с Равой Блудницей, о которой повествуется в первых главах книги Иисуса Новина. Но это лишь предание. А достоверно известно, что этот самый Анатот, который здесь упомянут в 21 главе книги Иисуса Новина, он был родиной пророка Иеремии, довольно позднего пророка, пророка иудейской катастрофы, жившего в VI до Рождества Христова веке, в конце VI века. Итак, продолжаю читать 21 главу, 19 стих говорит, что всех городов сынам Аароновым, священникам, тринадцать городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, левитам, прочим, и сынов Каафовых по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город-убежище для убийцы Шхем и предместья его на горе Ефремовой, Гизер и предместья его, Кевцаим и предместья его, Беф-Орон и предместья его, четыре города. От колена Данова, Элфеке и предместья его, Гивифон и предместья его, Айалон и предместья его, Гафримон и предместья его, четыре города. От половины колена Моносийна, Фаанах и предместие Его, Гаф-Ремон и предместие Его. Два города. Всех городов с предместиями их, прочим племенав сынов Каафовых, десять. Сыны Каафовы, Левиты, получили десять городов. А сынам Герсоновым из племен левицких дали от половины колена Моносийна город-убежище для убийцы Голан в Осане и предместие Его и Бештеру и предместие Его. Два города. От колена из Сахарова Кишион и предместие Его, Даврав и предместие Его, Ярмуф и предместие Его, Энганим и предместие Его. Четыре города. От колена Осирова Мишал и предместие Его, Авдон и предместие Его, Хилкаф и предместие Го, Рехов и предместие Го. Четыре города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы Кедес в Галилее и предместие Го. Хамов-Дор и предместие Го, Карфан и предместие Го. Три города. Всех городов сыном Герсоновым по племенам их, тринадцать городов с предместиями их. Племенам сынов Мирариных остальным левитам дали, от колена Завулонова Иокнеам и предместие Го, Карфу и предместие Го, Димну и предместие Го, Нагалал и предместие Го. Четыре города. От колена Рувимова Бецер и предместие Го, Ияца и предместие Го, Кедемов и предместие Го, Мефав и предместие Го. Четыре города. От колена Гадова города-убежище для убийцы Ромов-Галадии и предместие Го, Маханаим и предместие Го, И Сивон и предместие Его, и Озер и предместие Его. Всех городов четыре. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам Левицким по жребию досталось двенадцать городов. Всех городов Левицких среди владения сынов Израилевых сорок восемь городов с предместиями их. При городах сих были, при каждом городе предместия вокруг его. Так было при всех городах сих. Что это за предместия? Это небольшие пригороды, не огражденные городской стеной, население которых занималось в том числе и сельским хозяйством, конечно, и ремеслами. А когда наступала военная опасность, то есть жители предместия укрывались за городскими стенами, если приходил враг и осаждал город. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. Этот сорок третий стих подводит итог всем этим многочисленным главам, в которых повествуется о разделении Святой Земли для израильских колен. И этой двадцать первой главе в том числе, где говорится о том, что и сыны Левита получили города для обитания. Левитские племена, сыны Каафовы, сыны Гершона, сыны Мирари, они получили свои города. Вот три этих подколена как бы левитских получили тоже свои города. И особо здесь описывается получение городов священниками. Священники среди левитов, они тоже левиты, если левиты — это святое колено, священное, призванное служить Богу, и сам Господь их удел, то священники, священство, потомки Аарона, они как бы святое святых, самая святая часть этого святого колена. Продолжаем чтение двадцать первой главы, завершаем ее. Сорок четвертый стих. «И дал им Господь покой, то есть израильтянам, со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». В следующей книге, в книге судей Израилевых, мы увидим, что недолго это продолжалось, и вся история предмонархического периода, история, описанная в книге судей, это история, повествующая о том, что далеко не вся земля оказалась в покое и в таком безмятежном владении израильтянами, было много незахваченных участков, и было также непрестанное нападение окрестных врагов, народов окрестных, которые враждовали с Израилем. И филистимляны, и аммонитяны, и мавитяны, и мадионитяне даже приходили из довольно такого вот далека. Израиль вынужден был отстаивать свою землю с оружием в руках. Господь насылал на Израиля врагов. Когда Израиль впадал в очередное идолопоклонство, совершал культовые преступления, Господь наказывал Израиль внешними врагами. Об этом будет повествовать следующая книга. Ну, а вот в книге Иисуса Новина мы встречаем, находим эти слова, что Господь упокоил, успокоил Израиля. И Израиль живет мирно и благоденственно в тех пределах, в том наследии, там, где они поселились по повелению Господню, в земле, которая когда-то называлась Ханааном, а теперь будет называться Израилем по имени народа, который на ней поселился. Мы прочитали 21 главу книги Иисуса Новина, главу, повествующую о том, как левиты получили в свое владение 48 городов, разбросанных по всем пределам Израильской земли среди всех израильских колен.